Разговор о развитии Могилёва и подготовке города к большому юбилею мы продолжим в студии программы днями. Сегодня наш гость, председатель Могилёвского горосполкома Владимир Цумарев. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Добрый день, Ирина Борисовна. Итак, новый генплан готов к реализации. Как вы считаете, какой толчок для развития Могилёва он даст? И прежде всего, людей очень интересует, что такое появится красивое в Могилёве? Ведь генплан – это не только план развития города, это какие-то направления. Что у нас будет такого, что приедут и скажут, вот Могилёв даёт? Конечно же, генпланом предусмотрено по устройству нашей центральной части города Могилёва – это парковая зона Подниколья. Мы планируем построить лестничный марш с каскадным фонтаном. И, конечно же, вот уже в эти дни мы работаем с нашим поприятием «Зеленстроем» по посадке деревьев в парковой зоне. И основная работа будет сделана в Республиканске «Субботник» 22 апреля в субботу. Планируется в этот день посадить 750 деревьев, потому что городу Могилёву 750 лет. И в текущем году мы планируем уже построить пешеходные дорожки, поставить питьевые фонтанчики, сделать освещение. И уже проекты находятся у нас на экспертизе. Основные строительные работы сейчас идут в районе Казимировки, направление Минское шоссе. Мы с вами говорили о том, что оно будет развиваться. Очень интересует людей, что же там все-таки будет. Мы видим, что там детский сад, мы видим, что там жилые районы, мы понимаем, что там инфраструктура. Будет ли там арка? И если будет, то за какие деньги она будет строиться? Ведь сегодня в Могилёве очень много объектов, куда эти деньги хотелось бы вложить. Конечно. Район застраивается, появляются молодые семьи, и, конечно же, нужны детские садики. По генплану у нас предусмотрен два детских сада. Один детский садик мы уже заложили в прошлом году, и в текущем году принимаем все усилия, чтобы этот садик 1 сентября сдать, вести в эксплуатацию. И чтобы уже детки пришли, значит, 1 сентября безусловно. Поэтому у нас все, в принципе, складывается для этого. И так, жилье? Конечно, жилье. Планируется там еще строительство, значит, поликлиники. Ну и, конечно же, торговые центры, предусмотренные они в том числе Гетпланом. Первая линия Казимируки будет тоже жилье комфортное и повышенной этажности. Но все так обсуждают. Там же какой-то очень интересный дом, двухуровневая дворовая площадка. Да, это, кстати, опять-таки, концепция нашего оформления города Могилева предусмотрена, в том числе различные дома. И специально, совместно с Министерством строительства и архитектуры, мы провели конкурс в городе Могилеве в прошлом году, в котором приняли участие ведущие архитекторы нашей республики. Итоги подвели. Естественно, что мы определили победителей. И вот все вот эти результаты, все разработки, они вложены в наш генеральный план развития города Могилева. Что касается арки. Будет она. На сегодняшний момент проект есть. И хочу сказать, что сооружение интересное. И, конечно же, ее строить надо. Другое дело, что эту арку нам нужно сделать, чтобы она была построена методом народной стройки. Вот я хотел спросить, сколько она примерно будет стоить? И бюджет ведь не резиновый. Соответственно, да. Соответственно, с экспертизой, которую мы прошли, не только арка, а вот все это благоустройство обойдется городу примерно 40 миллиардов недоминированных рублей. Поэтому, исходя из этого, открыли в городе мы благотворительный счет накопительный. И сегодня любой могилючанин, любое предприятие, и не только могилючанин, может любой человек перечислить определенную сумму, как спонсорскую, на этот счет. Итак, деньги на арку не из бюджета. Не из бюджета деньги. И тем более деньги, которые сегодня, так называемый транспортный налог, поэтому деньги, которые транспортный налог, они идут чисто на ремонт дорог. В частности, по проекту, который сегодня у нас реализуется, это въездные ворота в город Могилево со стороны Минска. Владимир Михайлович, дороги Могилева – это самая большая проблема этого города. На самом деле так, почему так происходит? По городу есть целая программа, что касается ремонта дорог. Но, к сожалению, вот видите, какие погодные условия, что еще ночью минусовые температуры. Пока я понимаю, мы не можем приступить. Мы не можем оперативно приступить. Мы решим в год 750-летия какие-то очень важные проблемы города. Какой это будет километраж и какая это будет сумма. Я могу даже назвать, какие дороги в текущем году у нас в программе. Это улица Челюскинцев от Пушкинского проспекта до улицы Вишневецкая полностью будут отремонтированы. Улица Павлова, улица Соснова, переулок Тагильский – это там, где наше учреждение здравоохранения. Там тоже нужно делать ремонт. Мы в прошлом году частично сделали. И Павлова увидели какая. Поэтому однозначно будет ремонтироваться. Дальше планируется участок улицы Симонова Шнитта ремонтировать. Поэтому все магистральные улицы у нас в программе. И не только мы начинаем с центра, а потом пойдем на окраины. Потому что практически задача стоит максимально сделать. И есть программа твор. Я желаю вам удачи. Нам всем, наверное, активности. Что вы пожелаете могилевчанам в преддверии 750-летия? Ну, конечно же, я желаю всем, прежде всего, хорошее настроение праздничное. Потому что, ну и, конечно же, не быть равнодушным к тем делам, которые сегодня у нас реализуются. Потому что только общими усилиями мы можем сделать наш город красивым, как это полагается быть областному центру. Благодарю вас за интервью. Спасибо.